так посмотрим что у нас тут по видосам есть привет подъезжаем мы к городу средневекового сваргас идет навстречу человек и говорит что вы думаете он говорит вот здесь а он говорит привет канала гуляйнин ну привет помашите ручками а значит мы сейчас в выборге с нами велосипеды делайте выводы мы едем кататься и сегодня мы катаемся не просто так у нас сегодня ну типа привет на 200 километров если вы не знаете что такое привет я вам по пути расскажу ну а пока что раннее утро полдесятого утра выборг мы отправляемся отправляются они а шлепы где значит рассказывать что такое привет я прям сразу не буду потому что сначала надо проехать по гран-пост за выборгом вот если мы его проедем без приключений нас пропустят дальше и поверят что мы едем через каменногорск в петербург что так и есть тогда расскажу значит все у нас получится я не знаю что там виктор сказал по гранищикам нас пропустили даже без паспортов идя что ты им сказал у меня просто лицо доброе они мне поверили а серьезно что я сказал что мы едем через каменногорска они сказали ну вы дебилы чё с вас взять закономерно 3 дебила да красивенько у них там где-то там сам я конечно не пойду ну стало быть мы проехали по гран-пост на дороге по нашему счастью ремонт идет и особо движухи нету так что могу разглагольствовать что такое привет привет это такая велосипедная дисциплина в которой есть два основных момента это определенное расстояние и определенное время прохождения этого расстояния то есть в бреветах нету призовых мест если ты проехал ты победил не проехал проиграл в нашем случае бревет 200 километров ну то есть как привет так как типа привет и на это расстояние положено время прохождения 13 с половиной часов сколько да я за 6 как нефиг делать проеду а любители соответственно если мы успеваем где-то к десяти вечера получается петербург пройти 200 километров мы молодцы мы победили естественно есть ряд нюансов и даже международный протокол проведения приветов к которому мы естественно никоим образом не относимся сегодня значит какие привет вообще бывают самый маленький это это 200 километров жалкое подобие которого мы сейчас пробуем вспомнить далее 400 километров 600 километров и тысячи километров я не знаю почему это 800 километров еще 300 километров и вообще то есть за 20 часов надо проехать матчасть учите блогеры также есть супер мега привет париж брест париж протяженностью 1200 километров он настолько крутой что его проводят как олимпийские игры раз четыре года кстати говоря он был в этом году в 2019 красота перекур ой нет первый стоп 25 километров проехали вот стали на выезде с поселка возрождение около строй давай вроде пока не устали да все 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 довольны все счастливы единогласно камушек значит на ровы и так чем отличается со стало быть бревет от обычной покатушки на 200 километров которая по факту у нас сейчас происходит во-первых официальный привет он согласован с парижским клубом отчаянных одах клуб паризиан как так что дает согласование с этим клубом если ты проехал официальный привет тебе придет бумажка сертификат о том что ты молодец что ты рондонер и ты проехал привет не дает там дают свои деньги только что дешевле самим кататься то платить землю гушать никому шутки медаль выслали а ты вещей катись также второе важное отличие привет от покатушки то что у бревета обязательны чекпоинты где тебе должны встретить напоить накормить и запустить дальше то есть и там будут чекнуться у нас естественно этого нету и мы могли бы придумать какие-то себе чекпоинты откуда мы отправили бы смс какие-нибудь ну типа того то есть неофициальные привет они так и проводятся потому что устроить какие-то чекпоинты на это дороге важно сами по себе привет это как бы далеко не новинка подобная движуха началась еще в конце 19 века прикиньте какие велосипеды какие дороги были в то время сейчас не каждый сможет затащить 200 километров даже даже по хорошей дороге на не каждый сможет а у некоторых вообще волосы дыбом встают от слова 200 километров за раз на велосипеде мы в каменогорске ну а вообще мы заехали по пути в мемориальный парк антра и сейчас немножко погуляем посмотрим что там такое дерево сломалось и выглядит все не столь красиво со стороны как хотелось бы я думаю его спилят и будет нормально такие красивые ворота здесь стоят здесь была церковь а сейчас здесь остались вот камни фундамента и домик для финских птиц иммигрантов такие дела знаете что происходит когда канал гулянин напарывается на турник правильно мы въехали в каменогорск с дороги он выглядит достаточно уютненько домики деревянные в основном вдоль дороги правда сильно в город мы заезжать не будем и сейчас свернем уже в сторону острова но то что видим глаз радует чистенько приятненько вот так мы в каменногорск въехали и все въехали молодцы горжусь вами я тоже въехал если что приближаемся к 50 дорожка хорошие покрытие нормально без греха конечно но достаточно меняемая всех по нему вполне комфортно опять же виды северного приладожья очень радует глаз на самом деле за счет скажем так пестрасти рельефа каких-то речек озер скал небольших ехать гораздо интереснее то есть когда мы ездили до авроры там лес и лес ничего интересного ехать несмотря на то что будет недалеко очень нудно и тяжко хорошо вот всегда так бывает похвалишь дорогу за то что она хорошая и через пять километров она таковой быть перестает посмотрим надолго ли это ну и традиционная под небом голубым есть город золотой прозрачными воротами и яркою звездой отметку в 50 километров мы встретили вот здесь на этой гравийной дороге и решили немножко вперед проехаться ну может найдется хотя бы какой-то приемлемое местечко чтобы там встать 10 очков гриффиндору за наблюдательность не проехали мы пары километров вы решили перекусить и заодно померяемся сейчас бутербродами мой мой комплексуйте мое уважение шоппинг был у нас воды купили холодную вкусную едем дальше потому что некогда нам рассусоливать дорога впереди длинная и непонятно играет по качеству вот так вот доля асфальта в дороге постепенно повышается хочется верить что очень скоро она придет в норму ну хотя вроде все нормально сказал чел без амортизирующей вилки погиб из рук приехал почти никого нет на дороге мы одни тут изредка машина проезжать как-нибудь 1 2 5 минут а то и реже ну и дорога плюс-минус как стал вменяемые по качеству всех можно ехать нормально река вокса снова чет пыльно впереди опять что ли асфальт кончать ё-моё да да начнется приозерский район по-моему самые показательные места о качестве дорог в том или ином районе или области они вот прям наглядно видны на границе этих самых районов областей почему проехали 75 километров виктор остается здесь а мы поедем дальше значит посидели мы отдохнули и сразу начался асфальт вот буквально 100 метров не проехали начался асфальт прям красота мельникова въехали отсюда уже дорожка будет знакомым и прошлом году здесь были когда ехали в кузнечное мы в целом дорогу уже знакомая будет отсюда дальше хотя бы понятно из чего ожидать от дороги это уже здорово на самом деле им покидаем мельникова подкрепились мороженкой чуть закупились магните все сейчас уже поворачиваем на саперное более подвижная более насыщенная в плане движения дорога с амельникова до саперного машинок ездит побольше дорожка низко что широкая но более-менее хорошего качества поэтому в принципе нормально решили заехать гляну часовинку но она не не видела пусть ходит посмотрим это уже были в том году там миленько на самом деле это крик души сотка есть всех больше рада они жопки нет и так 100 километров мы преодолели за 6 половиной часов соответственно по правилам бревета у нас осталось семь часов то есть 11 вечера это наш дедлайн если мы не успеем если это был бы бревет он нам бы не засчитался если мы приехали бы позже в целом у нас сейчас пойдет после саперного и лосева хорошая трасса сортовала и там может быть нас получится немножечко разогнаться но там будет весьма и высокая это прям такая высшая точка этого маршрута и там будет я думаю круто подъезжаем к трассе сортовала до петербурга 85 километров трасса сортовала я скучал по твоим широким отбойником по ровному асфальту прям ах скучал сейчас начинается тот самый отрезок пути который помечен на нашей карте высот словами полный п там довольно затянутый там короче подъем довольно приличный на этом стрессе высот весьма себе ярко выраженный перескочим его дальше будет а вот сейчас будет сложно сейчас самое самое кажется не страшно на самом деле тяжко короче видно наверно будет не очень хорошо здорово но поднялись достаточно высоко но это еще не конец мы поднимемся еще чуть-чуть маленечко вниз отдыхаем непонятные на планетные фиговины по непонятным причинам закрытая на ремонт остановка даже с охранником мы решили быть наглыми и остановиться потому что мы устали ну что еще 20-25 как карта ляжет а там вроде и питер скоро покидаем закрытую на ремонт парковку и уезжаем включить бортовые огни включили да молодцы а то скоро темнеет да начнется сейчас отдых по полной программе будет расслабляем булочки и едем с горки прям с ветерком а ветерок кстати говоря очень холодный становится время уже восьмой час холодат следующая остановка на этот раз она не на ремонте и мы нормально встали без приключений сто шестьдесят четыре километра все солнце сияло становится прохладно будем останавливаться где надо будет чуть приодеться перед питером заехали на бензозаправку бензозаправиться ну точнее кофе заправиться зачем-нибудь тепленьким наверное ну и так просто тормознули потому что уже много проехали подмерзли подустали чуть-чуть сколько там вообще проехало-то 183 почти 184 вот и стемнело холодно не очень приятно конечно но что поделать надо было головой думать и взять какие-нибудь штанцы что ли на этот случай в общем стоит есть над чем подумать в плане подготовки подобного движения там по полям туман клубится очень красиво но дорога все по дороге были такие с таким широким отбойником как здесь это просто офигенно классно короче едем канал гулянин передает привет всем обочинщикам вы не пройдете не в нашу смену огненный змей прям как в тринадцатом войне красиво это честно говоря прям экспириенс новый ехать в парнас вечером воскресенье по трассе я не знаю что это за триндец но это уже самые маленькие луди которые вообще возможны из того что только что было нас естественно облили блин 22 часа 08 до дедлайна 52 минуты мы в петербурге конечный результат 205 километров все зачет я не вижу ваших радостных лиц и не увидите короче на этом наш так сказать привет завершен мы смогли мы одолели мы успели мы победили и в целом видимо все таки молодцы так что не стесняйтесь можно поставить лайк этому выпуску мы прям постарались что можно даже комментарии написать в целом даже подписаться можно если еще не подписаны короче я выключен все что у вас можно было выключить на данном ресурсе дело за вами всем спасибо всем до свидания мы поехали домой кушать спать и завтра на работу и тоже на велосипедах всем пока а чё без шлемов ехали знак вопроса о кайф